Здравствуйте! Это Суть дела. На днях Следственный комитет России выявил новый эпизод в деле бывшего главы и совладельца Межпромбанка Сергея Пугачева. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин. По его словам, в 2009 году банк выдал 120 кредитов под контрольным Пугачеву организациям на сумму более 64 миллиардов рублей. Год спустя, по указанию Пугачева, достоверно знавшего, что кредиты возвращены не будут, договоры о залоге были расторгнуты, и такие действия позволили бизнесмену беспрепятственно распоряжаться этими активами. На основании этого факта бывшему банкиру теперь вменяется не только присвоение чужого имущества, но и злоупотребление полномочия. Пугачеву также инкриминируется хищение еще 28 миллиардов. По версии исследователей, преступная группа, возглавляемая Пугачевым, в 2008-2009 годах совершила хищение указанных средств, выделенных Банком России, в качестве беззалоговых кредитов. Представитель Следственного комитета добавил, что еще в январе 2015 года были направлены документы на экстрадицию Пугачева из Великобритании, а 1 июня 2015 года было вынесено новое постановление о привлечении Пугачева в качестве обвиняемого. Пугачев сейчас находится в Великобритании, где скрывается огромное количество наших преступников самого разного толка. Суд запретил ему покидать Англию и Уэльс. В 2010 году у Межпронбанка была отозвана лицензия, а само кредитное учреждение было признано банкротом с задолженностью более 80 миллиардов рублей. Пугачев свою вину отрицает. Можно предполагать, что активность Следственного комитета связана с тем, что 18 июня начнется рассмотрение апелляционной жалобы бывшего сенатора на судебное решение о привлечении его к субсидиарной ответственности и взыскании 75 миллиардов 642 миллионов 466 тысяч 311 рублей и 39 копеек. Агентству по страхованию вкладов удалось представить доказательства и убедить суд, что Пугачев причинил банку ущерб в 125 миллиардов. Оказалось, что основными акционерами Межпронбанка были 9 российских ООО, которыми на 99,9% владели 5 компаний, зарегистрированных на британских Вирджинских островах. Учредителями всех этих апшоров был ОПК Trust Company Limited, Новая Зеландия, который, естественно, контролировал господин Пугачев. Именно он и сыграл ключевую роль в выдаче необеспеченных залогами 226 кредитов 114 техническим заемщикам или, попросту говоря, фирмам-однодневкам. АСВ – это госкорпорация, возмещающая вкладчикам банков ущерб в случае банкротства кредитных организаций. Если решение суда первой инстанции вступит в силу, у Агентства страхования вкладов будут хорошие перспективы на отчуждение имущества экс-сенатора. Дело в том, что еще в июле прошлого года Высокий суд Лондона по ходатайству АСВ заморозил по всему миру активы, принадлежащие Пугачеву. Их стоимость оценивалась в 2 миллиарда долларов. Кроме гражданской правовой тяжбы, над Пугачевым висит и Дамоклов меч уголовного преследования. Экс-сенатор и банкир обвиняются в преднамеренном банкротстве Межпромбанка. По версии главного следственного управления СКР, в чем производстве находится уголовное дело в отношении Пугачева, в 2010 году подозреваемый выдал кредиты под контрольным фирмам и вывел деньги из страны. А после этого по дипломатическому паспорту и сам покинул Россию. Совершенно очевидно, что экс-сенатор приложит максимум усилий, чтобы отсрочить исполнение судебного решения о взыскании 75 миллиардов рублей и застопорить собственную экстрадицию в Россию. А значит, по всей видимости, в ближайшее время можно ждать очередного этапа информационно-пропагандистской кампании, главной задачей которой будет представить Пугачева жертвой режима. Во всяком случае, в 2013-2014 годах денег на эту работу Пугачев не жалел. Он нанял лондонскую международную консалтинговую компанию BGR Cabara Limited. В результате Financial Times, New York Times и Le Monde опубликованы статьи, в которых Пугачев предстал жертвой режима, разоблачающей вертикаль власти, у которой все бизнесмены стали крепостными. Самое смешное, что в Москве Пугачев числился в авангарде патриотического движения и в мыслях не держал записаться в оппозиционеры. Но как только был пойман за руку, в которой и унес в Лондон немало миллиардов, сразу переметнулся в лагерь борцов с режимом. А иначе политическое убежище в Англии не дадут. Это была суть дела. Всего вам доброго. Надеюсь, увидимся. Редактор субтитров А.Семкин